короче мы прилетели прошлый раз мы этот участок пробегали с дикой скоростью просто но все равно наш самолет улетел без нас в этот раз мы спокойненько друзья всем приветики моего пудаке вот полчаса назад прилетели уже переоделись сейчас будем искать камеру хранения чтобы оставить свои вещи и пойдем гулять здесь очень жарко пойдем на пляж греть косточки перед холодом перед димушкой вот там завтра мы вылетаем в астану а в астане достаточно холодно вот так хорошо полет позади люблю вообще этот вайп аэропортов перелетов всех сборов вообще я видимо путешественник глубине души в общем сниму для вас влог из абу-даби чтобы сразу все рассказать как можно вообще организовать все будем искать колей камеру хранения оставлять вещи потом пойдем гулять искать пляж я думаю что будет интересно в общем друзья мы поменяли денежку решили только 50 евро разменять вон там вот если кто интересуется где менять и получать дирхамы в аэропорту вот на станции вот получили 160 до поля сказал готовься будет очень жарко я конечно морально подготовилась но мне очень сильно жарко боже мой просто хамам постараемся привести солнце с собой у нас обычно так и получается в общем идем дальше короче идем в терминал 1 единственный минут что здесь розетки только американские или как они не европейские мне телефон садится пропало это просто ужасно мы так и не нашли не юзби розетку никакую дальше проходим сюда получается влево нам ребятки подсказали а на лифте вверх как же я люблю солнышко пока коля стоит в очереди на сдачу багажа я решила записывать поболтать так спать охота немного не выспались хотя я спала все время полета как обычно вот но уже если честно я просто мечтаю оказаться дома и спокойно отдыхать короче сейчас сдали багаж и за два рюкзака и один пакетик с курткой запросили 81 до 85 сколько это получается я просто 30 почти 30 евро это нормально вообще мне кажется там мальчики себе в карман кладут какая-то у них там калькулятор как советском союзе они там читают вот мы сдали вещи сейчас скоро может пойдем гулять все мы уже в автобусе в общем в зале прилетов есть терминал прям на выходе и вы можете попросить человеку вам поможет мы там купили 2 билета по 20 дирхам и того 40 дирхам вот это два билета туда и обратно за центра города автобус а1 а2 едут до центра мы сели на а1 это так мы думали еще дополнительно пополнять надо на это поняла что пополнять не нужно просто купил билеты и едешь я помню как ночью снимала эти прекрасные пальмы да было ранним ранним утром красиво ничего не скажешь и даже прохладно в автобусе это хорошо потому что на улице очень сильная жара красивая можно как-нибудь на экскурсию туда мне кажется когда мы подольше приедем и как а и и и как и и и и и и и и и это мечеть да сзади я так понимаю мы идем искать пляж чтобы наш приезд был не зря но сейчас уже более-менее мне кажется приятная погода посвежее стало в общем у нас теперь есть все билеты и вот это их местная тройка и абу-даби да у нас и дубайская тройка и тройка абу-даби есть удобно наверно в общем здесь огромное количество домов которые скупают блогеры зато есть ёлочка мы зашли за колой всякие ништяки это начис я так понимаю сладкие палочки кстати фабара это что такое интересно наступает не меск но что-то подобное группы разные или что это вообще столько всего интересного сейчас прям очень приятно на улице находиться выпечка хлебушек друзья всем привет это влог из абу-даби я стою рядом с ёлочкой у меня очень новогоднее настроение мы нашли спрайт zero мы прям с тобой коллекционеры козировки zero по миру кстати очень вкусно вот мы в общем пока отдыхали собрались мыслями уже наступил вечер так что я срочно-срочно около супермаркета стою снимаю пока коля курит вот в общем до дорогущие местные красные мальборо сколько 20 дирхам 20 дирхам это сколько евро 7 евро 7 евро это сколько рублей это 400 400 рублей пачка сигарет охренеть коля мы приезжаем сюда жить чтоб ты бросил курить да ты меня может закатом хотя не знаю что мы ничего не успеем в общем один день всего будем в абу-даби хотим успеть хотя бы на пляж сходить здесь конечно цены супер высокие вот это вам не европа уж тем более не армения дать дико дорого все да ну ничего сейчас погуляем искупаемся я вообще надеялась полежать на пляже согреться максимально но уже не знаю насколько получится потому что уже солнце почти села но мы вот в центре города кстати на мой взгляд если честно абу-даби мне более такой жизненный или как сказать кажется потому что дужой обжитой да потому что дубай он прям вообще как какие-то декорации стеклянные как будто там никто не живет в этих гигантских домах небоскребах а здесь более как-то жизнь активно более похожа на город стопе они просто на какой-то мегаполис атмосфера как не здорово как будто бы даже более дружелюбно возможно да но стройки в плане таких чтоб ночью чтоб соблюдались их порядке лично это по это нормально в принципе мне нравится мне нравится вот этот воздух вот он такой же был и в тунисе знаешь такое как очень сильно влажный воздух ты даже это вот на коже чувствует я думаю что этот закат вы обязаны увидеть друзья мои в общем мы идем к набережной как называется парниш какой-то как будто польская название буду вспоминать у нас шнитке поле джи был преподаватель обоживания да ладно мы идем на корниш знаете каждый раз когда я приезжаю в арабские страны я прям дико кайфу из этого со всего арабского я не знаю как писать это но мне нравится их музыка мне нравится то как они одеваются мне нравится что тепло друзья я иду просто не замечаю ничего тут коля говорит чтоб на полу всюду валяются вот такие вот визитки прям по всей дороге я подняла чтобы посмотреть но я думаю что вы сами понимаете что это за услуги и этих визиток просто миллиард и очень много вот так вот разбросы что-то блин непонятная ситуации снова красивый закат что за розовое здание это реально домик барби интересно ее хозяин мужчина зачем так розово делать боже здесь тоже очень красиво кстати мне сейчас походка на это все посмотри вот это вот здание оранжевое или какое безумно красиво а посмотри на это синее здание как тебе дизайнишь просто бомбический закат такое здание не менее красиво мне кажется это какое-то напоминание центра парка и еще здесь такая дорожка сейчас пробежал парень и я понимаю как сильно я бы хотела тоже сбежать здесь наушниках классной музыкой и чтоб поля рядышком писал газон зелень и небоскребы такая дорожка снова беги на то есть их не просто асфальт или что-то это реальная такая резиновая аляска дёрна дорога покрытия да и по ней ходить приятно такой вот небольшой парк мы забрели если бы не эти небоскребы я мог подумать что мы находимся где-нибудь пятигорске пятигорске ванапи или там не знаю ставрополя да ванапи тоже очень хорошо я так что абу даби однозначно для меня пока что дубай перекрывает веселухо мы пришли на набережную кайф кайф спасибо кому тебе за этот кайф мы просто шли шли Коля говорит, я думаю, скоро будет пляж. И да, действительно. Пляж случился. Как водичка? Блин. Но никто не купается. Все-то мы припозднились. Вот такой вот пляж, прям в центре города, я так понимаю. Конечно, такое 1 декабря мне побольше. Здесь ночью нельзя купаться, но водичка такая же чистая, прекрасная, теплая, как месяц назад. Песочек такой же золотой. Как вам такие Феррера Роше? Мы пришли в очень хороший магазин. Потом объясню, почему хороший. Ищем пока еду. Короче, всякая бытовая химия. Вообще, это магазин с сувенирами. Это чувак. Ладно, может, он не хочет, чтобы я снимала. О, здесь есть Кола Лайт. Вот, 10 штучек. Нет, 6 штучек, 10 зерха. Вперед. Как вам такие вкусы Лейса? Ммм. Помидоры. Лайм. Чито-сен. Друзья, очень рекомендую этот магазин. Там прям супер крутые цены. Можно купить абсолютно все. Вот мы купили, во-первых, вот такую зарядку, на которую я ругалась, потому что это огромная проблема, что во всем аэропорту нет нормальных зарядок. Ну, в смысле, розеток, да. Я такой же просто по стране вот эти вот такие. И вот. И мы купили. В аэропорту сколько они? 40 дирхам или? У меня чуваки русские наши говорили, что за 35 долларов он взял такую. В аэропорту за 35 долларов можно купить. Мы купили за 10 дирхам. То есть за 35 долларов. За 3 доллара с двумя входами. Ой, друзья, там еще салют. Но он кончил. А нет, вот он. Еще есть. Ммм. Друзья, мы уже едем обратно. Нагулялись. Взяли всем подарков. Вот. Устали. Здесь очень холодно. Ну, поэтому я отдал. Я уже не отпускаю. За этим отдал. Спасибо. Я тебя люблю. Манна, там еще какая-то, да? Там парфюмерка. Можно, да, спуститься на первый этаж. Парфюмерка, техника. Всякое такое. А вверху у нас еда и джудте приида. Спасибо. Парфюмерка, empez